Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В дебютной серии рассказывается история про трех лучших подруг – Шуру, Юлю и Аню. Им по 18 лет, все самое важное в жизни происходит у них в первый раз, и они подходят ко всему с юношеским рвением. Шура Ермакова влюбляется в преподавателя и в тот же день узнает, что в ее семью вернулась мама, которая бросила ее в детстве. Юля никак не может разорвать отношения со своим парнем-полицейским, который ей постоянно изменяет. А Аня, используя связи своего папы-продюсера, раз в неделю придумывает себе новую карьеру. Сериал рассказывает о многом. О дружбе, о взрослении, о любви, о влюбленности, о поиске себя, о разнице между мудрыми детьми и потребителями взрослыми. О предательстве, о прощении и, наконец, о вечной и нерешаемой проблеме отцов и детей и жизненных ситуациях, которые требуют трудных решений. Слишком много важных и сложных тем для восьми серий. Сериал несет зрителю очень правильную мысль. Нельзя растрачивать себя на пустые отношения, а если нашел свою любовь, нужно держаться за нее и за всех сил. На примере Шуры становится ясно, как легко спутать любовь с детской влюбленностью. Создатель телесериала Алексей Чупов рассказал подробности о проекте. Продюсеры придумали название «Кризис нежного возраста», что в принципе отражает сюжет. Это о волнениях, переживаниях девочек, которые переходят во взрослую жизнь. Они только начали жить взрослой жизнью, но еще не стали взрослыми до конца. Это про весну жизни. Весна со всеми вытекающими последствиями. Мы не упрощаем проблемы, которые появляются, когда ты оторвался от родителей и входишь во взрослую жизнь. Мы не пытаемся одеть розовые очки на героинь или зрителя, чтобы показать, что все прекрасно. Мы показываем, что даже когда у тебя происходят какие-то неприятности, это не повод страдать. Мы говорим о том, что на самом деле все равно ты остаешься молодым человеком, у которого все впереди. Ты можешь радоваться, смеяться и веселиться. Отсутствие розовых очков – это главное отличие в том, как мы смотрим на своих героинь. Главный герой сериала «Медиатор» – переговорщик Андрей Павлов, обладающий редким даром коммуникации и возможности управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов. Он готов соблазнять, обманывать, переходить все границы ради достижения своей цели. Он тот человек, который приходит к врагам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет от крупного бизнеса. Он помогает там, где люди не могут договориться. И делает это за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. А невероятную способность к перевоплощению он развил в детстве. Именно это помогало ему строить непростые отношения с матерью. К тому же он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе. Новая задача Павлова – это убедить наследников знаменитого академика продать долю в компании. Но помощь переговорщика нужна не только крупному бизнесу. Актриса Дарья Мороз сыграла в сериале «Девушку-веру» со сломанной судьбой и истерической натурой. Ее персонаж росла с деспотичным отцом, в результате чего переняла у него позицию манипулятора. Во всех несчастьях она винит других и свято верит в свою беззащитность. Герой Бурковского для Веры – идеальный мужчина. Он насквозь видит ее и умеет нажимать на нужные кнопки, ловко управляя поведением и делая больно. Дарья Мороз прокомментировала «Для меня эта история о том, как один манипулятор сталкивается с еще более ловким манипулятором». А еще это новый персонаж в моей биографии, который отличается от всего того, что я играла до этого. Актриса Ирина Старшинбаум, сыгравшая в сериале «Дочь героини Анны», также говорила, что режиссер Артем Аксененко предложил ей создать эпатажного персонажа с характером, не похожего на положительные образы, которые она ранее воплощала на экране. Кинематографист при работе с актерами применял непривычный по словам актрисы метод работы, запрещая им использовать привычные и понятные приемы. Старшинбаум заинтересована в персонажа Бурковского, его методами работы и воспринимает их отношения как игру. Как итог, первая серия была высоко оценена зрителями. Высокий рейтинг проекта обеспечил продолжение для этой истории. События сериала происходят в СССР в конце 80-х. Это история о жизни простых советских людей, о молодости, о зарождающихся романтических чувствах. Житейские истории о любви и дружбе разворачиваются на фоне событий, приведших к коренным изменениям в жизни страны. Главный герой сериала – Иван. Он учится на втором курсе института, живет со своими родителями и младшим братом, а также дружит со своим лучшим приятелем Серегой. Вскоре Ваня знакомится с соседом по имени Боря. Ваня встречает девушку с именем Инга. Он влюбляется в нее, но она не отвечает ему взаимностью. Инга поселилась в общежитии и знакомится с соседкой, которую зовут Маша. Она комсорг факультета. Чтобы Инга заметила Ваню, он и Серега решают организовать квартирник, где должен присутствовать Виктор Цой. Цой так и не приезжает и в итоге квартирник спасает Галдин, который положил глаз на Ингу. Из-за квартирника у семьи Вани сломался телевизор, и ему пришлось устраиваться на работу. Вскоре он познакомился с Катей, и они временно стали парой, а Инга начинает встречаться с Галдином. Сериал показывает невероятные изменения, которые произошли за несколько десятков лет. Сегодня в квартире можно установить домашний кинотеатр с большим экраном, а раньше в каждой семье смотрели советский телевизор-рекорд. Благодаря сериалу можно убедиться, что в прошлом веке считалось престижным иметь красный телефон чебурашка польского производства. Позвонить с улицы в 80-е годы можно было только с помощью телефона-автомата. Для современного поколения такой проблемы просто нет, ведь в мире появились смартфоны. Из интервью с Александром Якиным. Мне кажется, в первую очередь данный проект будут смотреть наши родители. И современные молодые люди тоже, потому что им будет интересно понять, как жили, общались, развлекались и влюблялись в то время. Забавно, но тогда даже шариковая ручка, привезенная из Югославии, очень ценилась, а сейчас ей вряд ли кого удивишь. Во время подготовки к съемкам Наталья Зимцова расспрашивала свою маму о жизни в 80-е годы, искала на антресолях вещи того времени и даже читала журналы о моде, датированные 80-м годом. Смоленск – обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает этот город от любых других провинциальных городов. В Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут простой семейной непримечательной жизнью. В один из дней в Березовой роще под Смоленском находят останки двух парней, на которых присутствуют следы от укусов. Следователю из Москвы предстоит разобраться, виноваты в преступлении дикие звери или местные вампиры. После премьеры первой серии проект получил гигантскую поддержку со стороны зрителей. Креативный продюсер Алексей Акимов поделился своим мнением. Мне очень нравится, когда мистика и быт умело переплетены между собой. Тогда, находясь внутри обычной жизненной истории, мистика не выбрасывает тебя из реальности. Она становится просто дополнительным украшением, дающим истории новые повороты и возможности. В сериале всего неделя из жизни вампиров в провинциальном российском городе, но эта неделя выдастся для них весьма бурной. Оказывается, они также любят, также защищают свою семью, также ходят на работу, также сталкиваются с классическими проблемами отцов и детей. И, несмотря на то, что они другие, зачастую вампиры оказываются лучше людей. Обращайте внимание на людей рядом с вами, возможно, это окажется прекрасный человек. Режиссер-постановщик Антон Маслов также высказал мнение о сериале. «В России всегда все иначе. Мы иначе живем, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф в нашей истории в том, что вампиры у нас положительные ребята. Они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая и мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми, несмотря на обстоятельства. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас. В сериале на 100% наши – российские вампиры. С нашей ментальностью, радостями и проблемами. Они не классические герои Дракулы, которые боятся чеснока и носят красивые наряды. Они пьют кровь из пластиковых полторашек и граненых стаканов. Выбор Смоленска не случайен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы и старались даже татары. У нас будет много исторических флэшбэков. Пояснил Антон Маслов. Это российский комедийно-драматический сериал от режиссера Максима Свешникова. Одна из его работ – известный мультипликационный фильм «Алеша Попович и Тугарин змей». А сам сериал повествует о Евгении, которая потратила три года на борьбу со смертельной болезнью и, наконец, вышла победителем. Только вот оказалось, что здоровая Женя никому не нужна. Жизнь еще никогда не была такой безрадостной. Первая серия демонстрирует это сполна. В старых вещах девушка находит ярко-желтый дневник, в котором когда-то записала 256 причин, чтобы продолжать жить. Женя добавляет 257-ю – найти любовь, и отправляется на поиски своего счастья. Теперь у нее есть настоящий шанс исполнить свои желания, не тратя время на сомнения, рутину и никчемных друзей. Но убежать от старой жизни, конечно, не так просто. Полина Максимова, сыгравшая главную роль в проекте, рассказала мысли о сериале. Главное в этом проекте – то, что он дает надежду людям. В современном мире одиночества, уныния и апатия заняли самые серьезные позиции. Люди ходят с потухшими глазами и совсем не имеют желаний. Поэтому этот сериал надо посмотреть зрителям. Многие узнают себя и поймут, что все неплохо, и не стоит бояться, а нужно попробовать что-то поменять, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этом фильме много веры, много надежды и много любви. Продюсер Эдуард Илаян также рассказал некоторые подробности. Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьезную тему, мы зашли на территорию в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось. Сценарий к сериалу написал Алексей Ляпичев. Автор признался, что хочет, чтобы все зрители, которые посмотрят его сериал, взяли пример с главной героини с ее неистребимой жаждой к жизни. Вот что он сказал в одном из своих интервью. Мне хочется, чтобы у каждого зрителя, по примеру нашей героини, не оставалось времени на нытье и уныние. Чтобы хотелось жить и брать от жизни все каждый день, несмотря на то, что вокруг не все будет способствовать вашим планам. Но жизнь такова. В первом эпизоде проекта американского шпиона засылают в Газпром и ставят перед ним сумасшедшую задачу – стать русским. На обучение шпиона тратят полтора миллиона долларов. Под видом русского инженера Олега Меньшова, он внедряется в региональное подразделение крупной российской компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел. Он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. В ходе своей миссии герой знакомится на первый взгляд с простым кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее. Исполнитель главной роли Леонид Бичевин рассказал подробности о проекте. «Этот сериал надо смотреть всем. Просто потому, что у нас получился классный сериал. Мне кажется, наш проект – это и есть настоящая ситуационная комедия, когда показывается, как главный герой вырывается из всех возможных передряг. С одной стороны, мы шутим и показываем шпионские игры. А с другой – наша история про любовь, дружбу, предательство, долг. Через взаимоотношения главного героя можно глубже понять какие-то вещи о самих себе». Актриса Евгения Брик высказала мысли о своей героине. «Мне было интересно играть эмоции, которые я не применяю в жизни. Режиссер разрешал мне использовать любую реакцию, и это здорово. Для меня роль Марины – актерский вызов. В сценарии очень четко были определены характеры. Мы, конечно, добавили своего, но изначально все было гениально прописано. Сразу складывается определенный образ и узнавание. После долгих проб ко мне пришло понимание, что Марина – это Дженнифер Лопес местного разлива, но при этом вместо уверенности она может быть абсолютно потерянной». В первой серии показываются события, которые предшествуют проявлению симптомов у пациента. На протяжении эпизода команда врачей пытается определить болезнь, вызывающую эти симптомы. Используется метод дифференциальной диагностики, при этом врач-диагност Рихтер руководит обсуждением диагноза. Его интересуют только самые сложные и запутанные случаи, проще говоря, медицинские головоломки. Рутинная работа в больничной поликлинике навевает на него скуку и раздражает. Рихтер избегает разговоров с пациентами, поскольку твердо уверен, что они лгут. В прошлом Рихтер перенес сложную травму на бедре, инфаркт четырехглавой мышцы. И теперь он ходит, опираясь на трость, и пьет сильные обезболивающие. Рихтер самоуверен, заносчив, резок и циничен, не обременяет себя соблюдением правил хорошего тона, и временами кажется, что сочувствие и сострадание ему чуждо. Строить личные и профессиональные отношения он не умеет и, кажется, не хочет. Люди, находящиеся рядом с ним, становятся объектами насмешек и провокаций, за которыми бывает непросто рассмотреть искреннюю заботу. За создание российского «Доктор Хауса» взялся телеканал «Россия-1». Главную роль эксцентричного врача в русской версии сыграет Алексей Серебряков. Режиссер Андрей Прошкин рассказал детали о сериале. Рихтер – циничный, замкнутый и одинокий. С сардоническим чувством юмора, как и «Доктор Хаус». Но, на мой взгляд, он не лишен сострадания. Для него сострадание выражается через действие, а не через общение или похлопывание по плечу. Мы старались сделать персонажей не пустой калькой, а достоверными для нашей действительности. Герои должны оставаться живыми, чтобы за ними было интересно наблюдать. Поэтому какие-то вещи мы оставляем, как в оригинале, но меняем детали и интонацию. Первоначально предполагалось, что премьера четвертого сезона сериала выйдет в свет осенью 2020 года. В дальнейшем, однако, было объявлено о переносе сначала на февраль, а потом на октябрь 2021 года. Родион – загадочная и неординарная личность. Он следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства. Он привык работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Он всегда находит и ловит убийц, нередко казняя их прямо при задержании. Выпускница юрфака Есения Стеклова получает направление в отдел следственного комитета, в котором служит Родион, и становится его стажером. У Есения есть личные мотивы для работы с Родионом. Мать Есения убили при загадочных обстоятельствах, а отец скрывает важные детали произошедшего. Но она не оставляет надежды выйти на след убийцы. Работа с Родионом становится для Есения тяжелым испытанием. В дебютной серии на вечеринке в честь окончания вуза одна из выпускниц получает изящный подарок. Но после получения подарка она мучительно погибает. Через несколько минут у всех на глазах следователь Родион вычисляет и задерживает человека, подарившего колье. Но заказчик эффектного преступления остается на свободе. Есения одержима стремлением найти убийцу своей матери. И потому хочет понять, как Родиону удалось вычислить преступника. Есения решает пойти к нему на стажировку. Главную роль Родиона исполнил известный актер Константин Хабенский. Продюсировали сериал Александр Цекало и Константин Эрнст. Цекало сыграла одну из ролей в 16-серийном фильме, как и режиссер картины Юрий Быков. В интервью Константин Эрнст рассказал детали о проекте. «Мы даже не называем эту вещь сериалом, поскольку она построена на блестящем сценарии, такой же режиссуре и феноменальной актерской игре, всех без исключения участников этого проекта. Думаю, это будет главным событием. Он не будет выходить стандартно после программы «Время», как это традиционно проходит у нас с премьерами в многосерийных фильмах». Съемки 16-серийного психологического триллера продлились с июля по декабрь 2014 года и проходили в Нижнем Новгороде. Режиссером сериала стал Юрий Быков, постановщик картин «Майор», «Жить» и сериала «Инкассаторы». На вопрос журналистов о том, почему он взялся за съемки этого проекта, Быков ответил. «Меня как режиссера подкупило одно. Мы ставим Константина Хабенского и девочку, которая должна в хорошем смысле перетащить на себя актерское одеяло. Есть любовная история, есть противостояние личностей разного пола, разного возраста. Для меня это режиссерский вызов». Главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. В первой серии лучший друг рекомендует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету. Но внезапно через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. От одного мужчины ждут детей сразу три женщины. Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, главный герой принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он желает остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всех своих женщин и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей. Толик думал, что станет жить, как в раю в окружении любимых дам, которые через 9 месяцев подарят ему детей. Он никогда так не ошибался. Ведь три беременные женщины под одной крышей могут устроить от в тройном размере. Анатолий разрывается между тремя будущими матерями. А помимо всех прелестей беременности, женщины начинают страдать и сильными приступами ревности, и собственничества в отношении мужчины. В каждой серии они выясняют отношения, ссорятся, съезжаются, разъезжаются и так далее. Сериал интересен с точки зрения психологии. Мы буквально видим, что происходит в голове у главного героя. Ситком «Триада» был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов. Продюсером сериала выступил Семен Слепаков, режиссером телефильма стал Дмитрий Дьяченко. Сценарий к сериалу написала Дарья Грацевич. Дарья Грацевич рассказала подробности об этом сериале. «Для меня, этот сериал о проблеме выбора. Нас окружает очень много возможностей. Консюмеризм, общество потребления нам предлагают и то, и это. Мужчина находится в ситуации, когда ему очень сложно выбирать. Особенно, если человек психологически незрелый. И такая же ситуация у каждой из героинь. Одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой. Другой – простить мужа или нет. Третий – сохранить ли ребенка от случайной связи. Молодого Мирана на протяжении 27 лет растили с мыслями о мести. Он не умеет любить, не умеет быть счастливым. Ариян верит в чудеса и бесконечную любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга. Но она – дочь его врага, которому он поклялся отомстить. В первой серии проекта Миран Асланбей прибыл в Медиат и представился на суху бизнесменом. Он предложит ему большее, чем просто партнерство. Он попросит руки его внучки Риян. Однако глава самого властного семейства в городе, Насух, имеет свои планы на Мирана. Насух считает его хорошим женихом для внучки. Он отдаст Мирану внучку, однако не ту, которую любит. В то время, как Насух будет пытаться уговорить Мирана, он не будет подозревать о планах, которые есть у Мирана относительно него. Пока все будут находиться в ожидании решения мужчин, новость, пришедшая в особняк, глубоко затронет жизнь Риян и Ерен и главным образом изменит их. Какое влияние окажет на судьбы двух семей история любви, которая начнет зарождаться на многовековых землях Медиата? Сумеет ли эта история воссоединить харизматичного бизнесмена Мирана и Риян, о красоте которой говорит весь город? Миран делает предложение семье Риян забрать ее в жены. Семье приходится согласиться. Девушка счастлива, ведь она понимает, что влюблена в него. Наступает день хны. Молодым людям предстоит пройти через многие испытания и трудности на пути к счастью, а также остановить многолетнюю вражду между своими семьями. Несмотря на то, что сериал снимается по книге, мало того бестселлеру, сценаристы решили увести действие подальше от страниц романа, пообещав зрителям сюрпризы. Интересные факты. Сериал снят по книге молодой турецкой писательницы Сумеи Коч. Сказка о любви и мести моментально стала бестселлером в Турции. И, конечно же, она стала предметом пристального внимания со стороны телестудий. Премьера данного турецкого сериала состоялась 15 марта 2019 года на турецком телеканале ATV. Сказка о любви, рожденная из мести, является слоганом сериала. Более ста стран приобрели права на показ проекта. Санем – девушка веселая и жизнерадостная. Каждое утро она просыпается пораньше и открывает магазин вместо больного отца. Потому ее и прозвали «ранняя пташка». Девушка вынуждена искать хорошую работу, иначе ее выдадут замуж за друга детства. В конце концов Санем устраивается в издательство, где работает ее сестра. Здесь и начинаются ее приключения. В первой серии Санем утром проводит несколько часов в бокале своего отца. После проводит свой день, мечтая и работая над книгой. Она очень довольна своей жизнью. Пока родители не скажут, что если она не найдет должной работы, она должна выйти замуж. Теперь Санем придется начать работать в офисе вместе со своей сестрой. Она еще не знает, что там ее ждет большая любовь, о которой она мечтала. Санем очень хочет стать писательницей и живет на Галапагосских островах. У Азиза – владельца рекламного агентства, двое сыновей Эмре и Джан. Эмре хочет взять на себя управление бизнесом, но его отец считает Джана более подходящим для этой работы. В итоге отец назначает его управляющим агентство. Но Джан предпочитает быть фотографом в отдаленных уголках мира. В конце концов Джан соглашается руководить компанией, когда узнает о проблемах со здоровьем своего отца. Азиз также говорит Джану найти шпиона в компании, которая помогает их конкуренту – Айлин. Эмре не нравится идея о том, что его брат является управляющим, ведь он считает, что заслуживает эту должность. Поэтому планирует заставить его потерпеть неудачу, наряду с тем, что он является настоящим шпионом. Данный турецкий телесериал транслировался с 26 июня 2018 года по 6 августа 2019 года на канале Star TV. В главных ролях проекта снялись Демитас Демир и Джан Яман. В 2019 году сериал выиграл награду «Золотая бабочка» за лучший романтический комедийный сериал. Основная часть событий знаменитого сериала происходит в студенческом общежитии. Также в сериале регулярно показывается кафе, аудитория вуза, особняк на Рублевке, кабинет с видом на московский Кремль, ресторан и клуб. Сюжет первой серии строится на том, что персонаж Саша сбежал из университета в Лондоне, где изучал финансы, и поступил на астрономическое отделение физического факультета одного из московских вузов. Сильвестр Андреевич, его отец, хочет вернуть своего сына к прежней жизни, но тот желает жить в народе и хочет всего в жизни добиться сам. Нежному мажору предстоит жить в одном блоке с вечно колотящим по груши каратистом Кузей, общажным ловеласом с именем Гоша, отличницей Таней и блондинкой Аллой, начинающей свой день с чашки растворимого кофе. Параллельно с этим с героями сериала приключается много забавных и смешных ситуаций. Их пятеро. Все они разные и у каждого есть свои особенности в характере. Они живут в соседних комнатах, у них общая кухня, туалет и ванная. У них больше нет выбора, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Им очень весело, они дружные и глупые. Сериал максимально приближен к реальной жизненной обстановке. Актеры неплохо справляются со своими ролями. Сюжет у сериала очень простой и немного неправдоподобный, но учитывая, что это комедийный сериал, то сюжет не так уж и важен. Со временем проект стал развиваться, появились новые персонажи. Главные роли исполнили Андрей Гайдульян, Виталий Гагунский, Мария Кожевникова, Валентина Рубцова, Арарат Кищан и другие. Сценарий был написан Вячеславом Дусмухаметовым, известный по таким работам, как «Папины дочки» и «Шесть кадров». А также Семеном Слепаковым, известный по таким работам, как «КВН», «Камеди Клаб», «Наша Раша» и «Прожектор Пэрис Хилтон». Премьера первой серии состоялась в далеком 2008 году, и сериал моментально завоевал любовь у зрителей. Создатели не стали останавливаться на первом сезоне, и выпустили еще несколько. В 2021 году сериал реанимировали. Теперь его новое название – «Универ 10 лет спустя». История мира после апокалипсиса, в котором осталось очень мало людей, сумевших выжить после падения цивилизации. Все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Только вмешательство извне вытаскивает людей из сна, которые через несколько часов переходят в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех оставшихся в живых, но люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность. В первой серии бывший пациент психиатрической больницы Саша Морозов возвращается к себе домой. Но в результате вспышки вируса остается один. Его сестра, муж сестры и их сын быстро умирают. Сериал является эксклюзивным проектом «Опко». О начале работы над ним стало известно во время киновыставки, которая проходила в Каннах в октябре 2019 года. На этом престижном международном форуме платформа «Опко» презентовала многосерийные фильмы, собственные оригинальные продукты. Премьера состоялась на международном фестивале веб-сериалов 31 июля 2021 года в Нижнем Новгороде. Всего в «Смотре» участвовали 44 веб-сериала из разных стран, от России было представлено 17 проектов. Креативный продюсер сериала Борис Хлебников подчеркивал, что проект был задуман еще до наступления пандемии 2020 года, и тогда же он поступил в разработку. Это было некое фэнтези, постапокалипсис. И как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то меняться в сторону происходящего. Но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой. Так как журналистики идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового. В проект входят основной сериал и 8 веб-сериалов, посвященных каждой параллельно развивающейся истории. Все части проекта объединяет тема – поведение людей в ситуации случившегося апокалипсиса. Линии героев всех историй периодически пересекаются, и персонажи влияют друг на друга. Объединяются на своем пути или повстречавшись, продолжают путь поодиночке. В середине 1990-х криминальный авторитет Витя Мясник внушал страх коммерсантам и конкурентам по опасному бизнесу. Но сейчас Виктор завязал с криминалом и держит экоферму, где ухаживает за любимым быком по кличке Братан. Неожиданно к нему обращается авторитет Артур, один из бывших сообщников Виктора. Обращается он с просьбой передержать на банковском счете Вити воровской общак. Виктор соглашается, но в день возврата, после падения на голову подковы висевшей на воротах фермы, он забывает пароль отсчета. Комедия повествует об удивительном путешествии бандита, которое он совершает во времени. О жизни провинциальных российских городов в наши дни, а также о настоящей любви, преданности и верной дружбе. Сам сериал изначально готовился к выходу под названием «Полярный 17». Однако накануне премьеры его анонсировали под другим названием, которое и известно всем зрителям. «Полярный». Все, кто работал над этим проектом, очень старались и на самом деле вложили в проект душу. Производство сериала заняло целых пять лет. Мы писали и переписывали сценарий, переснимали какие-то сцены, снова и снова отправлялись в длительные киноэкспедиции в Мурманскую область. Поэтому уверенность все-таки была и поддерживалась в нас серьезной работой. Пусть не на 100%, но на 90% мы точно верили, что сериал понравится зрителю. Съемки сериала были полностью завершены к осени 2018 года. Первая серия была представлена 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь». По словам создателей многосерийного фильма, сериал завоевал большую популярность среди самой широкой аудитории, его смотрели как молодые телезрители, так и те, кто не просто слышал о 90-х, но и жил в них. Первая серия этого сериала началась крайне интригующе. В то время как большинство психологов нянчатся с клиентами, по полгода выслушивая жалобы на их жизнь, главный герой Артем намеренно выталкивает своих пациентов из зоны комфорта. Артем Стрелецкий психолог, профессиональный провокатор, практикующий шоковый метод психотерапии. Работа психолога успешно процветает до тех пор, пока один из клиентов не накладывает на себя руки. Суд приговаривает Артема к восьми годам лишения свободы. Выйдя из тюрьмы по условно-досрочному освобождению через четыре года, Стрелецкий возобновляет работу с пациентами и пытается самостоятельно раскрыть дело, по которому оказался в тюрьме. Однако бывшая жена Артема Даша обрела счастье с другим мужчиной и не желает его видеть. Но Артем не верит в их любовную идиллию. Продюсер Александр Цекало рассказал подробности о сериале. Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было. Наш герой живет на грани, спасти всех, разрушая себя. Самым сложным для такого проекта, как этот, было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера, а также сценариста, ушло более полутора лет. Еще до выхода сериала в эфир Первого канала, во время Каннской презентации проекта весной 2018 года, представители кинобизнеса из Японии и США приобрели права на адаптацию телефильма. Создатели сериала не выдумали провокативную психологию, которой занимается главный герой. В действительности такой метод есть в реальной жизни, и он иногда практикуется в психологии. Идея снять этот проект возникла именно благодаря тому, что продюсер Александра Ремезова познакомилась в свое время с психологом, который применяет провокации как метод в профессиональной деятельности. Интересные факты. Идея для сериала появилась благодаря знакомству продюсера проекта с психологом по имени Сергей Насебян, сторонником провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности. Представители кинобизнеса из Японии и США приобрели право на адаптацию сериала в своих странах. В московской трехкомнатной квартире живет молодая семья. Костя, его жена Вера и их дети, пятилетняя дочка и два двухгодовалых сына-близнеца. И все было бы в их жизни прекрасно, если бы не родители Кости, которые живут рядом с ними на одной лестничной площадке. Сколько раз Вера не пыталась повлиять на мужа, чтобы он попросил своих родственников перестать быть такими назойливыми, но все безрезультатно. Разрешить эту проблему Костя не в силах. Конфликты и проблемы, с которыми пытаются справиться герои сериала, жизнены и очень типичны для любой семьи. Решение этих проблем, конечно же, развивается по законам ситкома, но и эти законы имеют свои границы. Первая серия проекта начинается с того, что в семье Воронинах-старших к ссоре может привести все, что угодно. Как итог, мама Кости пришла жить к сыну, а его жена Вера ушла в квартиру родителей. Георгий Дронов высказал мнение о своем персонаже. «Мой герой Костя абсолютно среднестатистический парень. У него есть цель, работа, семья, но и непреодолимые жизненные препятствия в виде его родственников, которые создают огромное количество проблем. Все конфликты решаются через него. Он хочет, чтобы всем было хорошо. Пытается сделать лучше для всех, начинает забываться, путаться, и в результате получается глупость. Но несмотря на это, он постоянно окружен любовью своей семьи, и это важно». Станислав Дужников также рассказал о своем персонаже. «Мой герой Леня – прямолинейный, всегда недовольный, уставший, стеснительный, хотя ему уже около сорока. Он разведен и пытается наладить личную жизнь. Но это получается у него со скрипом. Он даже поцеловаться со своей подругой нормально не может. По сути он человек, который до сих пор не освободился от каких-то детских ужимок и комплексов, и ведет себя как мальчишка 12-13 лет». А Екатерина Волкова о своей героине сказала следующее. «Вера – очень мудрая женщина. С одной стороны, она мягкая с детьми и мужем-костиком, который иногда ведет себя как ребенок. А с другой стороны, она умеет быть жесткой, потому что она – единственная, кто может расставить все точки над «и». Действия сериала в целом и первой серии в частности разворачиваются в конце 1960-х. Муслим Магомаев во время записи концертной программы знакомится с оперной певицей Большого театра Тамарой Синявской. Между королем эстрады СССР и восходящей звездочкой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большей любви. Однако очаровательная Тамара замужем. Да и Муслим не свободен. Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюбленных, на этот раз в Париже. Продюсер Данила Шарапов рассказал о создании сериала. «Этот проект для нас суперсложный и суперважный. Мы занимались им пять лет, сценарий писали четыре года, вместе с вдовой Муслима Магомаева, Тамарой Синявской. Во время производства случилось все, что могло было случиться. Люди ломали ноги, караваны сталкивались друг с другом». Режиссер Дмитрий Тюрин также поделился деталями. «Для нас было важно, чтобы получилась романтическая музыкальная сказка, потому что это история о любви, а любовь – сказочные чувства. Хочется, чтобы зритель сопереживал, ведь история их любви очень непростая». Съемки проекта стартовали в начале октября 2018 года, о чем сообщил продюсер проекта Данила Шарапов у себя на странице в Facebook. Вдова Муслима Магомаева, Тамара Синявская, при создании сериала о своем супруге выступила в качестве консультанта. Работа над проектом проходила в Баку, Зеленограде и Москве. Так, ДК Зеленограда выступила в роли Горьковского музыкального театра, а префектура Зеленограда – в роли обкома Горьковской области. Несколько сотен актеров, которые отличаются харизмой и талантом, проходили кастинг на главную роль в проекте о легендарном певце. Кандидаты были не только из России, но и из других стран СНГ. Однако последнее слово было именно за вдовой Магомаева, которая выбрала Милоша Бековича. Несмотря на то, что многим казалось странным, что Магомаева будет играть серп по национальности. Молодой и талантливый врач по имени Аркадий вернулся из Соединенных Штатов в Россию, чтобы начать работать в одной из клиник Москвы. Вместе с ним в столицу едут маленькая дочь и жена Шура, которая была вынуждена бросить свой небольшой кондитерский бизнес в Америке из-за желания быть рядом с любимым мужчиной. В России их встречает друг юности и по совместительству сын директора клиники, богатый ловелас, но мечтающий о настоящей любви и семье. Начав работать, Аркадий неожиданно для себя оказывается в центре интриг, сплетен и коррупционных схем. Он пытается разобраться в своих отношениях с коллегами, богатыми и известными пациентами и собственной семьей, а также понять, что для него является истинным счастьем. Именно с этого и начинается первая серия и сама история. Также помимо основных тематических направлений, зрителя ждут больничные страсти, первая любовь, бытовые неурядицы, взлеты и падения в профессиональной деятельности. Режиссер Андрей Джунковский рассказал детали о проекте. Это история о людях, которые должны быть счастливы, ведь они могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. История о том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздоре. Этот проект мне важен тем, что мы снова встретились с прекрасной командой, с которой мы уже работали над другим проектом «Сладкая жизнь». Важен тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история. Главные герои сериала достигли многого в своей жизни, могут позволить себе последний айфон и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса. Счастлив ли я и что делать? Наш проект – это взгляд на сегодняшнее поколение успешных 30-летних, у которых есть все, кроме счастья. Марина Васильева также рассказала подробности о сериале. Мне на пробах один режиссер сказал, «Жанр – это жизнь. Это очень похоже на то, над чем мы работаем. В жизни бывают ситуации, когда одновременно смешно и очень грустно. Мне кажется, наш проект – это универсальная история». Нихан – дочь солидного бизнесмена, который оказался на грани банкротства. Кемаль – сын простого парикмахера. Может ли быть будущее у этой любви? Тем более, что ради своего эгоистичного сына Эмира, безумно влюбленного в Нихан, его отец Галиб Бей способен совершить преступление. Путем шантажа своего компаньона отца Нихан, он добивается согласия на свадьбу Нихан и Эмира. Нихан и Кемаль принадлежат к совершенно разным мирам. Но, несмотря на это, между ними зарождается настоящее чувство. Как сохранить любовь и веру в себя и друг в друга, невзирая на преграды, трудности и сложившиеся обстоятельства? Это история о парне и девушке, не имеющих ничего общего. Ведь они происходят из разных слоев общества, имеют непохожий круг общения. Однако это не мешает возникнуть любви в сердцах главных героев. Их первая встреча в первой серии была случайной, но изменила жизни обоих. Однако богатство и бедность, в которых живут главные герои, слишком далеки друг от друга. Против союза влюбленных выступают их родители и друзья. Однако никакие препятствия не способны разрушить искренние чувства главных героев. В ее жизни есть таинственный мужчина, который обладает властью над Нихан. Он упивается собственным могуществом и не намерен его лишаться. Обманом и подлостью он разлучает главных героев. Ее сердце продолжает стремиться к Кемалю. Несмотря на расстояние, препятствия и трагедии на жизненном пути, главные герои продолжают искренне любить друг друга. Им суждено пронести это чувство через многие годы и многочисленные испытания. Интересные факты. Премьера первого сезона состоялась 14 октября 2015 года. В России мыльная опера впервые была показана в августе 2018 года на канале «Русский бестселлер». С 16 ноября 2020 года проект был показан на телеканале «Романтичное». Именно там он транслировался в новой озвучке, где приняли участие известные актеры дубляжа. На первоначальном этапе производства режиссерское кресло занимал Валкан Коджатюрк, позже его заменила Хил Аль Сарл, которая ранее сняла проекты «Без вины виноватая», «Соколиный холм» и «Не могу сказать прощай». Съемки проходили в столице Турции, Стамбуле. Сцена с аварией на шахте была снята в городе Зангулдак. В 2017 году сериал был удостоен премии «Эмми» в номинации «Лучшая зарубежная теленавылла». «Черная любовь» является одним из самых популярных турецких проектов во всем мире, а права на его трансляцию приобрели более 60 стран. Главную роль в телесериале сыграла Неслихана Тайгуль, которая получила широкую известность благодаря фильму «Чистилище». В Калининградском следственном изоляторе на себя накладывает руки майор Андрей Рыжов, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Четверо его коллег – Олег Каплан, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Федор Вачевский – уверены в невиновности своего бывшего руководителя. И для того, чтобы восстановить его доброе имя, начинают самостоятельные расследования произошедшего. В первом эпизоде полицейские Олег Каплан, Павел Карпенко и Федор Вачевский арестовывают вышедшего из тюрьмы Глеба Монахова, бывшего начальника службы безопасности депутата Калужного. Но благодаря стараниям адвоката, бандиты выпускают на волю. Руководитель следственной группы Андрей Рыжов превышает полномочия во время допроса преступника Савочкина, подозреваемого в жестоком преступлении. Рыжова обвиняют в деянии, которого он не совершал. Во время допроса под давлением майора Дроздова он наложил на себя руки. Данный криминальный драматический сериал – это российская адаптация успешного французского проекта, который первый канал показал летом 2014 года. Французский проект, который был взят для адаптации российскими кинематографистами, снял знаменитый Оливье Маршаль, создатель таких проектов, как «Неприкасаемые» и «36». Первый сезон сериала показал рекордно высокие рейтинги во Франции. Режиссером сериала стал Карен Аганисян. Он известен как создатель проекта «Клим» и других нашумевших телепроектов. Съемки первого сезона российского сериала стартовали в начале 2016 года и полностью проходили на территории Калининградской области. Одну из главных ролей во французском сериале сыграл актер Жан-Ю Канглад, известный по фильмам «Подземка» и «Никита». В нашей версии зрители увидят звезду отечественного кинематографа Владимира Машкова. Также главные роли сыграли Александр Паль, Лукерия Ильишенко и Денис Шведов. Режиссер Карен Аганисян рассказал подробности о проекте. «Мы собрали прекрасную команду. Все герои разные. Персонаж Владимира Машкова – лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма. Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена. Александр Паль играет парня из нашего двора, но и бунтаря. Герой Дениса Шведова – человек, который разрывается между работой и семьей. А Лукерия Ильишенко всех удивит. У нее очень непростая драматическая роль. Главная героиня ослы – врач, спасающая людей. А Ферхат, наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека даже глазом не моргнув. Их пути пересекаются, когда ослы насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства, и теперь сама должна умереть. Но у Ферхата не поднимается рука убить ее, поэтому он предоставляет ослы шанс. В первой серии Ферхат узнает, что у человека, которого он любит как родного отца, украли ноутбук. Если информацию, которая находится на ноутбуке распространят, то это положит конец его политической карьере. Он проиграет выборы на пост мэра, к которым готовился на протяжении многих лет. Ослы вынуждают оперировать раненого человека. Она думает, что спасет человека и сможет спокойно уйти из поместья. Однако планы пойдут совсем не так, как она ожидала. С того дня, жизнь Ферхата и ослы пойдут в совершенно другом направлении. Интересные факты. Бирджа Акала, исполнившая главную роль, в 2004 году заняла третье место на конкурсе «Красоты мисс Турция». Персонаж Ибрагима на протяжении всего сериала носит одежду только черного цвета. В одной сцене главная героиня смотрит телевизор, где идет голливудский фильм «Мой парень псих», в котором снялись Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер. Премьера сериала состоялась 16 октября 2017 года. В 2019 году вышла украинская адаптация под названием «На твоей стороне». Режиссером сериала выступил Ясен Услу, известный по таким проектам, как «Наша история», «Любовь на крыльях птицы». Сценарий написали Эйлем Джан Палат. Его работы «Империя лжи», «Изумрудный феникс», «Дочь посла». А также написанием сценария занималась Исема Эргеникон. Главную роль сыграла турецкая актриса Бирджа Акалай, получившая известность благодаря проектам «Вавилон», «Иногда жизнь прекрасна», «Сумасшедший лесник». Также заработав в проекте была удостоена нескольких национальных наград в номинации «Лучшая актриса». Действие сериала происходит в 1946 году. Прошедший войну Денис Журавлев возвращается после фронта в родные края в звание лейтенанта. Он на себе ощутил все ужасы военных действий. Теперь же, намереваясь защищать простых граждан от преступников, Журавлев вступает в ряды милицейской службы. Начальником отделения, под руководством которого начинает работать Денис, является майор Шумейка, носящий красноречивые прозвища «Сатана». У него была непростая судьба, но именно такой темперамент и сложный характер помогают ему вычислять преступников и отправлять их за решетку. Появление Журавлева в отделении милиции совпадает с началом масштабной операции по поимке криминальной банды. Главой этой банды является человек по кличке Клещ. Помимо того, что он очень жесток, преступник еще и крайне хитер и изобретателен. Стандартными методами вывести его на чистую воду и арестовать будет очень сложно. Для этого будет необходим четко разработанный план. Именно на эту задачу и ставят лейтенанта Журавлева. Именно так стартует этот проект. Андрей Бурковский поделился своим мнением о сериале. «Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам, репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обсуждали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно когда крутой сценарий». Интересные факты. Мини-сериал снимали в Подмосковье, главным образом на территории заброшенных заводов. Роль маленького закрытого города сыграл Морозовский городок в Твере. Релиз сериала состоялся 16 февраля 2021 года на стриминговом сервисе. Сериал стал третьей работой для Андрея Бурковского в жанре исторического фильма. В творческом багаже у актера уже была роль в полнометражной исторической ленте «Табол» и участие в боевике «Легенда о Калаврате». Сериал является российской адаптацией популярной британской и американской теленовеллы «Бестыжие» 2011 года. В центре сюжета многодетная семья, в которой отец-алкоголик пытается в одиночку воспитывать шестерых детей. Он алкоголик со стажем, живущий в свое удовольствие. К сожалению, вопрос о благополучии детей не входит в круг его первостепенных задач. Брошенным на произвол судьбы детям приходится самим учиться выживать. С самого детства они привыкли надеяться только на себя. Ни отец, ни мать ребят не обладали необходимыми для родителей качествами. Они только и делали, что пили и развлекались. Когда мать бросила семью, а отец ушел в продолжительный запой, дети вздохнули с облегчением. Непутевые родители только усложняли их и без того непростую жизнь. Теперь дети живут под присмотром своей старшей сестры, которая делает все возможное. Режиссер сериала Антон Маслов прокомментировал подробности сюжета. «Мы стремились к документальной правдоподобности, но старались сделать так, чтобы эта история не была черной. Наш проект про оптимистов и для оптимистов. Сложно сравнить эту картину с другими отечественными проектами. Эксперимент, который сочетает в себе провокацию и в то же время железобетонную драматургию. Подобного у нас еще не было. Получилась история про необычную русскую семью, которая не унывает при любых жизненных ситуациях. Пока они вместе, они сила». Съемки сериала происходили в подмосковном городе Щелково, а по сюжету все события разворачиваются в вымышленном городке Мамонова. Актер Алексей Шевченков рассказал детали проекта. Это тот редкий случай, когда адаптация получилась не хуже оригинала. Я специально не смотрел британскую версию до начала съемок, а посмотрел уже после окончания работы. На мой взгляд, наша версия получилась более захватывающей. В первом эпизоде старшая дочь главы семейства Катя, в условиях полной нищеты, пытается заменить и отца, и мать. Она пытается хоть как-то заработать и вырастить младших братьев. Отдыхая в клубе со своей подругой Оксаной, которая снимает со своим парнем комнату у Груздевых, Катя знакомится с симпатичным парнем Дэном, зарабатывающим на жизнь весьма оригинальным способом. Хаят родилась в небольшом провинциальном городке. Вместе с двумя своими подругами она переезжает в столицу. Другой главный герой по имени Мурат – красавец и богатый наследник. Их первая встреча была наполнена ненавистью, однако через некоторое время между ними вспыхнуло настоящее чувство. Молодые люди отчаянно полюбили друг друга. Но смогут ли они пронести свою любовь через многочисленные трудности и испытания? Премьера турецкого романтического сериала с элементами комедии состоялась 15 июня 2016 года. В главных ролях – Бурак Денис в роли Мурата Сарсилмаза и Ханде Эрчил в роли Хаята Узуна. Действие происходит в Стамбуле и следует роману на рабочем месте в многонациональной модной компании Сарти. Сериал транслировался более чем в 30 странах мира и собрал миллионы просмотров на YouTube. Хаят Узун – уроженка деревни Гирисун и дочь рыбака. В первых сериях проекта она вынуждена искать работу в Стамбуле, иначе ей придется вернуться к своей семье в деревню. Если это случится, то ее строгий консервативный отец заставит вступить ее в брак по расчету. В настоящее время она живет со своими лучшими подругами, а их мать навещает их. В случае ошибочной идентификации она получает работу в международной текстильной компании Сарти в качестве личного помощника Мурата Сарсилмаза, главы этой самой компании. Мурата тянет к Хаят. Это вызывает зависть у бывшей девушки Мурата, Дидьям, ведущей модели компании. Дидьям вызывает недоразумения, которые заставляют Мурата оттолкнуть Хаят, но затем он преследует ее и приносит извинения. В конечном итоге Дидьям была уволена за ее заговоры. Личный шофер и лучший друг Мурата, Керим влюбляется в ИПЕК, и позже она отвечает на его авансы. Мурат приводит Хаят к себе домой, чтобы оправиться от панической атаки, вызванной Дидьямом. Они сблизились на выходных, но затем прибывает Дидьям, утверждая, что беременна. Мурат рассердился, но принимает на себя обязанность жениться на Дидьяме ради ребенка. Обе семьи встречаются и решают свою свадьбу. Мурат разъясняет им, что брак – это всего лишь формальность, чтобы узаконить ребенка. Мачеха Мурата, Диря, также узнает правду и помогает Дидьяму инсценировать выкидыш до того, как ее правда будет раскрыта, что освобождает Мурата от предполагаемой ответственности. Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня надеяться Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала, поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина сыграли Евгения Дмитриева и Борис Комарзин соответственно. Наш главный герой – ребенок богатых родителей. И в обществе таких называют мажорами. Наш герой имеет юридическое образование, но ни одного дня не проработал по профессии. В один из загулов ночью он вступился за приятеля, подрался с полицейскими и выбил табельное оружие у офицера. В итоге отец лишает героя всего и отправляет работать в отделение полиции. То самое, в котором служат ночные полицейские. Его там не ждут и даже презирают. Но именно там он начнет становиться мужчиной, встретит свою любовь и найдет убийцу мамы. Первая серия проекта повествует о юристе Игоре Соколовском, сонебогатого и влиятельного отца. Но после инцидента с полицейскими, отец лишает его содержания и отправляет служить в полицию под начало полковника Пряникова. Несмотря на конфликтное знакомство с коллегами, мажору удается раскрыть первое преступление. А второе преступление повергает его в шок. Парень понимает, что в смерти девятилетней девочки виновен его ближайший друг Стас. Автор сценария криминальной драмы является Александр Щербаков, который написал первый сезон «Обратной стороны Луны». Главную роль сыграл Павел Прилучный, известный по таким проектам, как «Закрытая школа», «Геймеры» на игре. При этом все трюки во время съемок актер выполнял сам. Также Прилучному пришлось много работать с автомобилями. В кадре Павел должен был ездить на спортивной машине, управлять грузовиком и пожарной машиной. Создание сериала. 12-серийную криминальную драму поставил Константин Стацкий, знакомый зрителям по сериалам «Закрытая школа» и «Москва. Три вокзала». Продюсер проекта Александр Цекало рассказал о сериале и его главном герое. Персонаж, которого мы встречаем как абсолютно безответственного типа, к концу 12-й серии становится мужчиной. Мужчиной, который принимает решения, совершает поступки и пытается даже уступить женщину, которая ему нравится, другому человеку. Он ведет себя очень достойно. В сценарии мы не имели никакой город конкретно. Этот проект мне очень важен еще и потому, что мы снимали его в моем родном городе, в Киеве. Очень надеемся, если зритель оценит наш фильм, то мы сможем там же работать над продолжением проекта. Рассказывает продюсер Александр Цекало. В дебютном эпизоде главные герои сериала «Миша и Дима» дружат с самого детства. Когда они стали взрослыми, они стали заниматься общим бизнесом, руководя мебельным магазином. В итоге они построили свое жилье, практически одинаковые во всем особняки, по соседству и без забора между участками. А когда обзавелись семьями, то стали дружить домами. Супруги Миши и Димы тоже очень быстро нашли общий язык. Между этими людьми, казалось, царила такая идиллия, которую разрушить просто невозможно никому и никогда. Но внезапно их дружба заканчивается бесповоротно. Из-за вскрывшейся тайны обе семьи стали злейшими врагами друг для друга. Актер Егор Бероев рассказал о сериале. «Мой герой Дима – до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его развод с женой – это частая ошибка в жизни многих людей. Когда супруги думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать других. Но это просто такой этап в семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв и эмоции». Режиссер сериала также поделился в интервью своим мнением. «Съемки проекта открывают для меня особую возможность создать что-то новое и свежее в знакомом формате. Это забавная история про настоящую мужскую дружбу в очень оригинальном конфликтном сюжете. Актерский состав прекрасный. Честь и удовольствие работать вместе. Семейные комедии – это жанры, в которых мы преуспели. Над проектом работают авторы и продюсеры семейного хита «Ивановы-Ивановы». Так что я не сомневаюсь, что все будет сделано очень качественно, смешно и трогательно. Словом, так как мы умеем», – рассказал генеральный продюсер Виталий Шляппа. Этот сериал – первый проект канала ТНТ, который был создан вместе с продюсерами другого проекта «Супер». Одним из них стал режиссер Клим Шипенко, постановщик комедии «Холоп», собравший самую большую кассу за всю историю отечественного кинопроката. Работа над многосерийным телефильмом велась в районе Калужского шоссе в 35 километрах от столицы. Место для съемок было выбрано живописное и очень тихое. По словам группы, единственное, с чем немного не повезло – это с погодными условиями. Съемки велись, начиная с июля по октябрь. И сцены, в которых должно было быть знойное лето, выпали на холод. Актеры ходили в шортах, стояли якобы под грибным дождем, когда их поливали из шланга, и прыгали в бассейн при температуре, которая вовсе к этому не располагала.